О да, регуляторы вышли и сказали, биткоины и эфириум слишком большие, чтобы упасть. Так что вытаскиваем. Привет, меня зовут Девинчи Джерми, и у меня всё просто замечательно. Здесь в Дубае. Как у вас дела, ребята? Вау, сумасшедшие выходные были. Мы поговорим про памп эфириума, про памп биткоина. Что сейчас вообще происходит? Как это всё вообще произошло? Они должны были уйти гораздо ниже. Так что обо всём этом мы поговорим сегодня, в этом эпизоде. Ну и как во всём этом ориентироваться и торговать. А если вы заинтересованы в торговле биткоином или эфириумом, можете сделать это на okx.davincij15.com или на baby.davincij15.com. Все ссылки внизу в описании. Ух ты ж. Что ж, мы все нервничали на выходных. Из-за падения банка SBV. Силикон Вэлли Банк. И вам нужно понять, что это был очень большой банк. Очень большой. И это было вторым по размеру падением банка. И вот, ради того, чтобы биткоин не падал ниже, регуляторы, правительство, администрация Байдена, а также команда по защите от падения, если вдруг не знаете, что это, это рабочая группа президента на рынках. Это команда, в которую в том числе входит глава Федерального резерва. И, в общем-то, они следят за тем, чтобы рынки не рухнули полностью. Очевидно, манипулируют ими разными способами. Все они вышли для того, чтобы спасти этот банк. Не только потому, что это было второе по размерам падение банка, но также и из-за контрактов. Я рассказывал вам об этом. Большинство банков не должны упасть, потому что они могли создавать контракты, которые позволяют им быть системным. И одна из этих системных вещей довольно простая. Ничего сложного там нет. Силикон Вэлли Банк подписал эксклюзивные банковские соглашения с некоторыми клиентами, в результате чего они не смогли диверсифицировать. То есть они не могут открывать банковский счет где-то еще, если запускают бизнес или, например, стартап. То есть получается, что стартапу нужно было оставить все деньги там. И именно поэтому у них все плохо. Согласно документам SSE, у банка Силикон Вэлли были условия эксклюзивности для некоторых своих клиентов, ограничивающие их способность пользоваться банковскими услугами других учреждений. Контракты не позволяли этим клиентам безопасно диверсифицировать. Место хранения своих денег различались по формулировкам и объему. И что ж, в этом банке было 50% разных стартапов. И это было большой проблемой. Эти же стартапы также брали деньги в кредит и так далее. Это также создало некоторые проблемы, которые им приходилось решать. И вау. Ну и, конечно же, этих ребят пришли спасать. Потому что, если бы они этого не сделали, это стало бы очень крупным событием. Ну и, скорее всего, генеральный директор получит повышение. Ему же нужна работа. Все-таки нужно же на что-то заправлять свой частный самолет, правильно? Нельзя же просто так уйти. В отчете генерального директора был блестящий ход для того, чтобы все получили финансовую помощь, и никто не смог покинуть банк. Вот для этого-то нам и нужна криптовалюта. Тут определенно нет таких контрактов, из-за которых вы заперты в биткоине или в эфириуме. Нет, вы сами выбираете, какой актив вы собираетесь использовать для своих сбережений. И, к тому же, это действительно деньги. Так что это большая разница. В будущем не нужно будет беспокоиться из-за банков. Жду не дождусь окончания банковской системы. Итак, что ж, на биткоине и USDC ралли после вмешательства США в SVB. Они наконец-то вышли и сказали, «Окей, мы собираемся застраховать всех вкладчиков. Почти все смогут снять свои деньги с понедельника по нью-йоркскому времени». Так что, да, все у вас будет замечательно с этим банком. Так что, они собираются напечатать кучу денег, покрыть ваши сбережения, покрыть всех сотрудников SVB и так далее. Так что, да, вот такая вот у них программа. Все слишком велики, чтобы обанкротиться. Все банки слишком велики, чтобы обанкротиться. А ты слишком мал, чтобы тебя вытаскивать. Так что, да, можете держать свои деньги в банке. Но в то же время, знаете, это путь к катастрофе для доллара США. Так что, имейте это в виду. Итак, USDC восстановился. Так что, у большинства стейблкоинов будет все хорошо. Я немного шокирован из-за DAI. Я думал, что DAI сам себя поддерживает. Я думал, что DAI – это отдельный стейблкоин. Им нужно было оставаться полностью алгоритмическим стейблкоином. Таким образом, можно было быть уверенным в том, что из-за таких событий стейблкоин не потеряет привязку из-за законодательства или из-за какой-то другой проблемы, например, того же банкротства банка. Так что, это все плохо. Но что ж, так оно работает. А мы с вами давайте перейдем к графикам. Посмотрим, что у нас происходит с ценовым движением. Что все это значит? Что ж, у нас тут довольно важная информация. Давайте приблизим, и для начала уберем вот эту зеленую зону. Это область для покупки. Если вдруг вы заинтересованы в покупке биткоина, тогда вам нужно купить именно в этой области. Но мы об этом поговорим позже. Итак, посмотрите на вот эту свечу. Мы сейчас закрыли неделю, и закрыли ее со свечой молотом. Это бычья свеча. Отскочили от некоторых средних скользящих здесь. Фиолетовое – это, как я полагаю, 20-ти периодное среднее скользящее на полосе Боллинджера. И да, что ж, это потрясающе. Это бычий индикатор. Я говорил вам, ребята, когда мы пробьемся выше 25 тысяч, пробьемся выше предыдущего максимума, тогда это будет индикатором того, что мы пойдем гораздо выше. Пойдем до 30 тысяч. Но для начала, видимо, нам нужно было протестировать минимум. Я предположил, что мы протестируемся чуть выше этой области. И это не совсем получилось. Мы дошли только до 19,5 тысяч. Я думал, что мы, скорее всего, дойдем до 18 тысяч. Но давайте посмотрим, почему же этого не произошло. Почему мы туда не дошли. Уже после я понял. Я ожидал уровня в 61,8. Думал, что мы, по крайней мере, коснемся этого уровня. И, скорее всего, дойдем даже до этого уровня. В 0,705. Но этого не произошло. Почему же так? Что ж. Если перенести сетку Фибоначчи до вот этого уровня, до этого дна, это начало первой W. Вот тут у нас было что-то типа W. А, нет, подождите, это не начало W. Это другая сторона W. И, как вы видите, уровень в 61,8 находится именно там, где мы и развернулись. Если брать вот от этого уровня. Это был уровень в 16222. На этом уровне я отметил первую точку для Фибоначчи. И до разворота. Вот это получается нулевая точка. Это паттерн разворота Фибоначчи. Как вы видите, бум, отскочили от 61,8. И вот где мы сейчас. Давайте перейдем на временные промежутки поменьше. Как вы видите, мы дотронулись до всех уровней поддержки, которые были у меня здесь нарисованы. Пробились через него, затем вернулись на ретест. Тут то же самое, пробились, затем на ретест. У меня даже не было возможности эти зеленые линии превратить в красные. Отметить их как сопротивление. Они не оказали никакого особого сопротивления. Просто пролетели через них. Здесь было немного, но затем просто ретест и ушли наверх. Возможно, мы могли бы проретестить это сопротивление еще несколько раз, прежде чем продолжим рост. Но определенно у нас тут позитивный настрой на биткоине. И я думаю, он будет продолжаться. Я верю, что мы продолжим это движение, потому что мы пришли и пролетели через 13 EMA. Это был ложный пробой и быстрое движение в противоположном направлении. Скорее всего, мы продолжим движение наверх. И пробьемся через остальные уровни сопротивления на пути наверх. На этой неделе будет немного сложнее, но в целом очень-очень бычий настрой. Эта свеча должна подтвердиться намного выше. Конечно же, нам нужно, чтобы тело свечи подтвердилось выше. Выше вот этой свечи молотка. Тогда мы подтвердим, что у нас тут бычий тренд. Я верю, что это действительно появится, причем в очень короткое время. Мы сильно изменили тренд, и биткоин сейчас стремится подняться намного выше. Так что в ближайшее время мы поднимемся до 28-30 тысяч, и произойдет это все в самое ближайшее время. Так что довольно хорошо получается. Окей, ребята. Я сегодня буду на AIBC. Приеду на церемонию награждения. Надеюсь, смогу выиграть. Я вас, ребята, особо не подталкивал голосовать, но если вдруг вам интересно, вы все еще можете проголосовать. Хотя, скорее всего, к тому времени, когда вы это увидите, это шоу уже начнется. Так что вы уже не успеете проголосовать. Но знаете, если вдруг будете на AIBC, на этой неделе, заходите ко мне. Я там буду спикером. Так что можете останавливать меня фотографироваться и так далее. Пустите в Инстаграм. А может быть, кто-то за это даже получит какие-то призы. Окей, давайте перейдем к Эфириуму. Эфириум работает прямо как часы. Он дошел до всех целей. Просто идеально. Как видите, здесь у нас была цель. То же самое было на Эйби равных CD. Та же самая цель. 61.8 также был целью. Появился просто идеальный разворот. Его было очень легко увидеть. Ну и, конечно, на нем было легко сторговать. Здесь мы очень сильно развернулись. Помните, я говорил про то, что мы были между двумя точками? Пробиваемся вниз или тем еще ниже. Если бы пробились ниже уровня в 1548, улетели бы еще ниже. И я также говорил, что это была первая цель на Эфириуме. То, что это должно стать дном на Эфириуме. И знаете что? Мы ушли чуть выше этой точки на W. Я ожидал такого на Биткоине, но это произошло на Эфириуме. Удивительно. Просто удивительно. В итоге мы поднялись наверх. И теперь мы полностью выше этих двух точек сопротивления и поддержки. Вот это сопротивление, а вот это было поддержкой. И мы находимся выше уровня в 1588, который был поддержкой. И раз уж мы теперь выше, мы должны улететь еще дальше. На небольшом временном промежутке я ожидаю небольшой консолидации, прежде чем мы начнем прорываться выше. Но скорее всего, в ближайшие 3-4 часа Эфириум может пробиться намного выше и намного быстрее, чем думает большинство людей. А тут у нас следующий уровень сопротивления. 1726. И до него мы могли бы очень легко и очень быстро подняться. Так что следите за этим сегодня и завтра. Что ж, ребята, на сегодня все. Если вы хотите торговать, обязательно переходите на baby.davinciday15.com или naokx.davinciday15.com Все ссылки внизу в описании. Спасибо за просмотр. Надеюсь увидеть вас завтра, ребята. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok